Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка «Земля леопарда» – пятнистого хищника под номером «Лео-168М», подарив ему имя Виктор. Друзья, мне поступило предложение, невероятное предложение, которое просто меня потрясло. Мне предложили быть хранителем леопарда. Приморский край, земля леопарда – это абсолютно исключительное место, где наблюдаются редкие животные. И хочу заметить, что особи дикого леопарда всего лишь 100 в нашей стране, а во всем мире 150. Певец активно поддерживает ряд российских экологических инициатив, включая переработку пластика и борьбу с лесными пожарами. В 2019 году он лично принял участие в тушении торфяников в Подмосковье, а в 2020 выпустил альбом «Вторая жизнь», во многом посвященный проблемам экологии. Теперь певец будет регулярно получать обновленную информацию о своем подопечном благодаря фото- и видеоловушкам, установленным на особо охраняемой природной территории. Леопард Лео-168М молод и активен, как и его хранитель. Видимо, Белан известен не только как прекрасный артист, но и активный общественный деятель, занимающийся проблемами экологии. Мы рады, что он поддержал нашу программу и уверены, что его внимание к проблемам сохранения дальневосточного леопарда поможет обратить внимание на проводимую работу больше аудитории. Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Екатерина Зверева, Олег Завялов. Новости на Восьмом.